это окно 8 окно 8 это вот замечательная работа называется таракан таракан называется звездное небо это звезд это звездное небо во первых светлое понимаешь во вторых звезды посмотри какие кресты вот это вот это как мне объяснял автор это палатка вот это палатка это палатка какой такой пейзаж там горный летучие кролики с крыльями шесть лет одной линии ты вот последняя работа это было старшие девочки но нарисованы в этом же возрасте в арену а это вас 200 стрички арина а где твои работы какие были здесь которые красками да но бабушка смотрю уже так их в рамы оформила ну посмотрите картина участвовали вместе мы делали выставку вот это вот мы делали вместе с детьми у нас была такая выставка семейная да и юля я и и арина с кирой да ну вот а кира у нас спряталась за стойку она сказал что она выходить не будет а арина очень бойко общалась с прессой да все рассказывала показывала арина ну я должен тебя поздравить вот вместе со всеми которые здесь присутствует на передаче размова на тему а присутствует твоя бабушка татьяна купцова известнейшая прекрасная художница и искусловед очень грамотный очень хорошие очень такой объективный наташа собак вот у тебя это первое появление на телевидении твоих работ то есть у тебя вернисаж твоей жизни вот начался на телевидении поэтому это очень здорово мы пожелаем тебе ну дальнейшего пути будешь художница или нет но я хочу тебе сказать что вот у нас есть замечательно анна дмитриевна да матвеева которая сделала потрясающую школу я могу подтвердить что мои внуки в этой же школе учатся понимаешь это вот у нас школа детского творчества и вот первые вот я перешла порог этой школы я поняла что здесь что-то другое понимаешь я поняла по лицам детей которые не прячут глаза которые спокойно выходят они раскованные они свободны и причем при это не хулиганисты никаких вот таких каких-то у нас нет никаких эксцессов в школе пока слава богу но уже за восемь лет я могу это утверждать понимаешь и вот арена учится у нас в школе и так она построила она дмитриевна вот этот свой процесс что у нас дети вот сейчас у них есть хореография у них есть много предметов музыка музыка куда они входят понимаешь они входят свободно вот в мир творчества театральные кружки да там так почему же на выставках на вернисажах последние не только годы ну десятилетия я все меньше и меньше вижу молодых художников танечка ты помнишь на твоих выставках свое время с метры их было 10-15 процентов это были члены союза художников это ай-яй-яй как было здорово они показывали а все остальные смотрели молодые но их было много а сейчас почему нет невыгодная профессия понимаешь ведь что мы делаем мы что делаем как мы учим детей понимаешь мы же их может быть очень сильно уроду мы говорим о том что вот престижность профессии адвокат юрист преподаватель английского еще и так далее так далее понимаешь там где как мы предполагаем стабильность зарплаты стабильность успеха понимаешь вот на этом поприще люди не понимают как добиться успеха и поэтому детей обучают кое каким навыкам но дальше сворачивают и я спрашиваю своих вот школьных этих детей чем ты будешь вот как ты дальше мыслишь свою жизнь я буду преподавал английский я пойду на иностранные языки я ну хорошо что ты будешь делать в англии вот случайно ты туда переехал и стал жить что ты будешь делать ты человек без профессии кому нужен английский в англии понимаешь вот и ты человек без профессии если ты будешь заниматься вот творчество еще и языками еще что-то и расширять свой кругозор тут ты будешь человеком в профессии везде всегда но вот интересно что ты уже говорила в первой передачи о том что ну вот вы преподаете у вас постоянная работы там где книжку может родовую положить сейчас у художников нету же правда же вы преподаете чтобы у вас была зарплата преподаете в университетах в каждом университете или почти в каждом вот это очень серьезно есть вот давайте на это очень серьезный вопрос понимаешь чем дело вот к сожалению совсем недавно я даже не могу сейчас сказать ну в какое время там может лет десять назад вдруг перестал читаться творческий стаж то есть нас стали считать по тем грызком работ пока мы не становились художниками пока мы выходили на высокий уровень то есть становились занимались только творчеством понимаешь и вот этот творческий стаж перестал учитываться то есть его нет вот это государственная по моему недоработка понимаешь потому что творческий стаж должен считаться он считался с первой выставки когда-то вот ты выставился на серьезные выставки на республиканской всесоюзной там зарубежной и так далее и вот с этого момента шел творческий стаж и как только ты добывал это эти 20 лет творческого стажа ты получал самую высокую пенсию в той стране понимаешь эта пенсия была выше там всяких возможностей а сейчас творческий стаж вычеркнут и поэтому неизбежно несут свои книжки куда-то даже не ради денег а для того чтобы где там проработать не два три часа и потом пойти в мастерскую но чтобы вот на накапливался этот стаж это невозможно понимаешь это убийство профессии то есть получается все таки как и вначале я разговаривал с художниками на камеру так и сейчас это продолжается в общем нет заботы государства о художниках будем так откровенно говорить да пока то есть искусство не кормит в том виде в каком вот в том объеме в том нужном дань не рассчитан на успех личности понимаешь если прорывается человек высоко но понимаешь ли личность рождается гораздо хуже когда нет вот этого гомуса когда нет платформы когда нет среды когда нет вот этой знаешь вот как бы поддержки из которой вот раз и вырос этот цветок понимаешь раз и вырос этот цветок женя посмотри на эту картину дай ее пожалуйста в эфир вот эту картину спасибо и сейчас мы посмотрим живопись татьяны купцовой это была первая международная группа художников и мы обедали вот в таком интерьере да большое стекло за стеклом видно море и вот эти вот белые зачехленные стулья когда народ расходился белые столы в скатертях когда народ расходился вот образовывалось такое вот состояние мне очень понравилось и используешь черную краску когда надо тоже вот зимнее море но иногда она полностью с сливается с небом иногда но сливается по цвету иногда на тело это а зеленые бывает вот такое зеленое очень редко но бывает подбивается вот не первая картина дети такая вот изумрудность так и изумрудность она из-за близости воды к тебе потому что она тут с песком она не имеет такого голубого цвета шторм шторм ну здесь тоже цвет играет роль понимаешь он играет роль он играет отличие неба от воды вот это вот видишь эти все площадочки они же не чисто белые или какие-то там серенькие они освещены теплым светом здесь есть ощущение того что ночью море в это время которое ты писала да она не сту она очень тревожная даже не не столько тревожное сколько такое своя среда вот так понимаешь здесь мы вот в этом свету а там свое как-то как-то тайна правда вот тайна я назвала это камура небо вот в этот раз в эту поездку все время удивляла небо небо удивляла совершенным образом оно образовывало там многократные построения жалко я успела только одну работу написать у меня еще есть вот мысли по поводу вот этих вот необыкновенных небесных построений вот это первый снег я еду в автобусе в ванно-франковск и на глазах меняется пейзаж он меняется закрывается вот этим снегом и я говорю что еле различимые какие-то там эти горные массивы и не знаю очень интересно это состояние такое ну это все очень дорого это чуть-чуть окошки чуть-чуть крыши чуть-чуть колокола вот это наш снег но мне знаете у нас как-то и у меня есть это я писала мне не раз там с двориками с нашими совсем в снежную пору а тут мне просто сами деревья сами ветки самые вот я так вот вот таким образом написала вот это и ремча это вот перекличка конечно это же горы но мы приехали осенью и вот это первый снег по существу первые снега такие и вот все это разукрасилась ушло в туман какие-то кусочки и нарисовался вот этот рельеф которым находится эта речушечка ну и ритмика получается да да а белое трудно переписать да или нет это не знаю это я не могу сказать это вот хочется и пишется понимаешь понимаешь в чем дело вот коса она она у меня не воспринималась горизонтально она у меня воспринималась кругло длинно я делала я делала даже вертикальную работу с косой чтобы почувствовать вот эту прижатость со всех сторон воды понимаешь и вот там место где вот эти озерки озерца эти самые саги да 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 и вот с этой красной травой очень мне понравилось очень мне понравилось вот я таким образом это написала мне показалось правильным наташа первое впечатление пожалуйста ну как я вообще меня татьяна не перестает удивлять последние десятилетия потому что я не могу отойти от ее великолепных натюрмортов которые она вот буквально писала эти пионы потрясающие вот причем разные варианты очень смелые по цвету решение очень сложного белого цвета вот и на тебе вдруг она врывается как пейзажист причем вот обратите внимание я вот думаю это невольно анализ у меня уже идет потому что в основном таня в графике в гравюре и в плоскости работала все приближая глубины нет вот натюрморты может быть ты подтвердишь я не знаю были вот таким твоим экспериментом не только в живописи если какая-то живописью занималась и раньше но она была более графично монохромно да такая и плоскостная а вот в цветах ты действительно уже раскрыла себя как живописец и видно вот этот опыт натюрмортов вот положительно возможно сказался на следующем твоем этапе когда ты пришла уже пейзажу потому что здесь не только цвет но ты разрабатываешь еще и глубину очень интересно вот вот не вот этот момент сейчас вот то что она всегда узнаваемо и в графике и в живописи это человек философ очень сильный и как художники как личность это чувствуется и в ее графике и в ее живописи и вот действительно цвет усилил вот эту ее и эмоциональность и вот такую мощную художничество мощный художнический потенциал вот я прямо вот сейчас смотрю так компактно вот эти пейзажи но честно говоря очень интересно очень интересно да спасибо это очень это очень приятно слышать ну ну одним словом вот последний пленэр который был у тебя это вы осенью прорывались в шторм на кенбургскую косу вот то что мы видели до этого как раз и подтверждает что нет крыма карпаты вы еще толком не ездите да вот вот под одессой был пленэр вот такое море вы увидели а здесь кенбургская коса я туда езжу знаете что вот из города вот мне кажется что там свобода вот почувствовала такое понятие что это свобода и саги там другие у меня иногда возникает другое чувство какое вот я не по кассе вот понимаешь все таки мне хочется чтобы мы были бережливее ко всему что у нас есть знаешь когда-то мы отправились в плавь на корабли на рейде которые стояли ну что там три километра проплыть и значит отправились в плавь это было на цеметской бухте значит плывем и я смотрю вниз я увидела там лес и там я увидела красоту я там увидела рыб и я поняла что я там чужой а вот тут я нахлебалась воды быстро на спину и назад и то все вся наша группа которая отправилась на корабли доплыть понимаешь развернулась потому что и я не могла объяснить почему я себе спокойненько плыла не хватало сил не знаю на три километра хватило бы или нет это я сейчас не могу утверждать но вот я почувствовала вот знаешь на косе вот ты когда там вот я себя все таки чувствуюсь там в гостях потому что там существует мир мир я прихожу туда в гости и я стараюсь знаешь как в гостях ну снять ботинки там или или не наследить понимаешь вот есть ощущение вот какого-то такой бережливости ко всему этому вот при таком в общем-то пейзаже там горном и речном такая графика корабля мне очень понравилась такая знаешь нарисованность его к четкость знаете сначала я жутко испугалась наш приехал в крым 95 год 95 год и испугалась фантастически думаю боже мой но такое море как его с как ним справляться и тут начали что вот один шторм второй шторм но это конечно пройти мимо было невозможно на востоке у меня была выставка и меня один корреспондент что там какого-то таймса спрашивает а вам не страшно писать море а потом так посмотрела на выставку сказал ну вы вообще-то и цветы также пишите всегда когда я пишу цветы мне хотелось бы чтобы они хоть немножко пахли когда я занималась графикой я себе сказала что эти подлые цветочки которые пишут дамы писать не буду никогда потому что они писали это знаешь стеклянных стаканчиках с блечочками противники такие знаешь сладенькие картинки никогда я себе сказал но никогда не говори никогда однажды дело было так мы когда переехали сюда это был восемьдесят шестой год и у меня день рождения а мы тогда все были очень дружны здесь и ко мне пришли все у меня станок стоял возле этого зеркала и и мне принесли такую массу цветов это вообще какой то ну я объешь октябрьская понимаешь массу цветов и я уже убрав когда все разошлись часа два ночи у меня стояло тут штук 30 холстов я я хотела выключить цвет и обернулась там все в порядке или нет понимаешь в общем и и посмотрела на цветы думаю боже мой это же голая живопись голая понимает я плюнула и никуда не пошла я взяла холк я эти все 30 холстов переставляя эти цветы самым разным способом все записал вот так и я поняла что никогда не говори никогда это все замечательно но а это вот источающий свет много рано дело в том что гранул гранат очень много символов прежде всего один из самых важных это единство множество вот этот плод который собрал очень много маленьких зернышек целиком это плод означающий там богатство благополучия самые главные важные пожелания вот гранату относятся с почтением вот к самому ну вот я его хотела таким образом выразить это почтение вот я же вижу и не крупным мозгом написанное а вот это крупно это у тебя когда появляется такое желание и как с самом начале ты не побоялась начинать писать крупным мозгом видишь если ты отсидел почти 20 лет с иголочкой штрихуя этот самый по лаку понимаешь то потом у тебя есть желание размахнуться ты имеешь в виду графику да 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 вот когда ты вот это вот все сидел и в лоб посмотрел не дай бог перейти линию понимаешь что бы это сам это же рискованно это первый раз это ж не каждому дано это нужно все таки быть очень профессиональным художником чтобы вот так вот каждый бы хотел из художников вот так писать на нем все же получается правильно ты знаешь ни за кого не отвечаю только за себя ну тебя как вот понимаешь в чем дело не знаю мне нравится так понимаешь мне нравится вот эта свобода вот этот какой-то ритм там но это еще работа немножко не дописано ну вот понимаешь во первых количество белого красного вот эти движения безразмерные тюльпаны женщины на углу где находится мастерская вот здесь вот они мне носят цветы они мне там ой если там еще я встречаю завтра привезу там острые тюльпаны завтра там тут они мне привезли ребята это вообще не правдоподобно это я еще их уменьшила немножко потому что это уже как-то нелогично смотрелось ну вот такой вот вот тюльпан можете представить эту часть в перспективе ну вот он вот такой и когда они стали расцветать они стали вот этими тяжелыми лепестками вести себя совсем не тюльпанова знаешь тюльпан он как-то сохраняет эту форму а тут они как как лилии стали открываться в общем когда я вот эту работу написал все смотрят на не как-то не понимаешь что это такое тюльпаны это не тюльпаны ну да ну понимаешь но мне было очень интересно вот это вот состояние но с другой стороны мне здесь хотелось вот это вот чтобы они внутри как-то немножко светились сейчас если правильно осветить эту работу то вот этот цвет там есть вот и и вот и вот Субтитры подогнал «Симон»